О том, что 22-я школа находится в аварийном состоянии, первыми забили тревогу специалисты городского управления по защите прав потребителей. По их словам, в школе было выявлено рекордное количество серьезных нарушений, которые делали процесс обучения практически невозможным. Именно специалисты этого управления стали инициаторами подачи иска в Межрайонный экономический суд, который накануне Дня знаний вынес решение о приостановлении деятельности школы. Но школа все же открыла свои двери для учащихся. Тогда местные чиновники уверяли, до вступления решения суда все нарушения не успеют устранить. А значит и вопрос о закрытии школы будет исчерпан. 29 августа было оглашено решение суда о приостановке деятельности школы до устранения нарушений. Но решения самого суда еще у нас нет на руках, пока придет решение суда. Там у нас есть еще 15 дней. Мы обязательно обратимся в СЭС. Они откроют опять проверку. Если нарушения с нашей стороны, то есть мы все устранили, и у них не будет к нам замечаний, то они обращаются в экономический суд опять о том, что мы устранили все недостатки до вступления решения суда в силу. То есть как бы отзывают, да? Да, инцидент будет исчерпан. Весь сентябрь в школе активно велись основные ремонтные и восстановительные работы. Учебный процесс осуществлялся лишь на первых двух этажах здания. Рабочие подрядные организации в спешном порядке латали крышу, устраняли другие менее значимые нарушения. Сегодня школа значительно преобразилась и соответствует всем санитарным нормам. Столовое оборудование, мармиты получили, холодильное оборудование, полностью стеллажи, столы и так далее. То есть это укомплектовано полностью столовое. Новым оборудованием оснастили медицинский кабинет школы. Батареи в спортзале закрыли специальными решетками. В фойе перед столовой установили два умывальника. Кроме того, устранены основные нарушения и на территории школы. Теперь вход в здание обид сайдингом. Все подъезды и дорожки у школы имеют новое асфальтовое покрытие. Согласно требованиям, оборудована и контейнерная мусорная площадка. Те же нарушения, которые устранить в этом году не удалось, по мнению юрист-консульта Тимиртаусского отдела образования, на учебный процесс никак не повлияют и будут устранены уже в июле 2015 года. Основное все, что мешает устранить, то, что дополнительно, это понятно. Раньше было холодное время, уменьшался размер окон в спортивных залах, чтобы содержать тепло. Но сейчас они постепенно увеличиваются. Но это тоже сразу нельзя сделать. Это в ходе капремонта у нас запланировано на 22-ю школу. Вот как финансирование будет, в 2014-м или 2015-м будет проведено. Естественно, расширится. Алексей Дмитриев уверяет, за два дня до вступления решения суда в силу, он предоставил судье все подтверждающие устранение нарушений документы. К ним прилагался и акт проверки санэпидемиологов. Решение суда, как говорится, мы исполнили, устранили с ним недостатки. Естественно, мы получили заключение об этом, передали в суд. И все, суд не направляет исполнительный лист судебным исполнителям и все. Экономический суд признал, сегодня здоровью учащихся в этом учебном заведении ничего не угрожает. Потому 22-я школа имеет полное право осуществлять свою образовательную деятельность. Даже несмотря на то, что на сегодняшний день заключение от санэпидемиологов школа так и не получила. Анна Калинина, Владимир Пороховой и Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау. Продолжение следует...